Всем привет! Дядь Юра дает прогноз на матч первого тура группового раунда Лиги Чемпионов Барселона Ференс Варош. Статистика команд. Барселона в последних своих 10 матчах 6 раз играла на обе забьют да и 8 раз на тотал больше. Барселона не проигрывает в последних 6 матчах. Ференс Варош в последних своих 10 матчах 7 раз играл на обе забьют да и 7 раз на тотал больше. Ференс Варош не проигрывает в последних 18 матчах. Как видим, в последних играх обе команды тяготеют к результативному футболу, при этом обе команды хорошо выступают в последних матчах, а Френс Вареш имеет очень длинную серию без поражений. На выходных Барса играет на выезде с Хитафы Френс Вареш с Вардой. Соперники по мерам лих примерно одного уровня, то есть середняки, которых фавориты должны бы обыграть. Френс Вареш отыграл 4 игры в чемпионате Венгрии и по потерянным очкам идет на первом месте. Барселона последний матч в Севилье сыграла в ничью, но в Ла Лиге пока сыграно мало матчей. Каталонцы после оплеухи от Баварии 2-8 выиграли все свои матчи, кроме последнего. Френс Вареш в квалификации прошел Юр Горден 2-0, Селтик 2-1, Динамо Загреб 2-1, Моль Д3-3 и на выезде и 0-0 дома. Буки явным фаворитом на этот матч ставят каталонцев. Причем Френс Варешу на победу дают аж 41 коэффициент. Это в полтора раза больше, чем давали на победу Гибралтара над Арменией. Помним, чем закончился тот матч, да? Если клуб Реброва не скосит поголовно ковид, не должны бы гости слить в одну калитку нынешней Барселоне, которая далеко не та Барселона, что была во времена Хавиниесты. Поэтому тут запросто можно ставить на гостей с приличной плюсовой форой в три мяча. В общем, у Венгров достаточно веселая команда, и учитывая крайне высокий коэффициент на обе забьют да, можно рискнуть поставить на гол гостей. На эту игру предлагается связка ставок. Тотал меньше 3,5, обе забьют да, победа второй команды с форой плюс 3. Самый высокий коэффициент стоит на обе забьют да, 2,68, на тотал меньше 3,5, 2,23, на победу второй команды с форой плюс 3, 1,90. Очень интересно пара ставок. Обе забьют да, и тотал меньше 3,5. Здесь оба варианта имеют коэффициенты больше 2, поэтому получается плюс, если одна из них сыграет. А вероятность этого достаточно велика. Не сыграть эта пара может только при счете 4,0 и более сухом счете, то есть 5,0, 6,0 и так далее. Кто уверен, что гости не согнутся с таким разгромным счетом, может ставить эту пару и считать прибыля. Такая себе узаконенная вилочка получается. Ставка на победу второй команды с форой плюс 3 и с той же категории, только с чуть более жесткими условиями. При разнице мячей в пользу хозяев в 3 будет возврат. Дядь Юра считает, что Форенцварешу вполне по зубам не проиграть этот матч с разницей более чем в 2 мяча. Но у вас может быть иное мнение на этот счет. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем здоровья и удачи!